Здравствуйте! В эфире Крымлиф, программа о жизни крымчан в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня выпуски о таких темах недели. Без права голоса переселенцы не смогут голосовать на местных выборах. Окупанты отсекают неугодных журналистов фотоинформации. Москва меняет способ управления Крымом. Грядет ли смена оккупационного руководства? Печальный выбор Гасалгира. Бесхозная набережная стремительно приходит в упадок. Неделя была насыщена законодательными изменениями, глобальными для Украины. Парламент страны направил в Конституционный суд проект изменений в основной закон, в части децентрализации страны. До статуса Крыма дело еще не дошло, но президент призвал Конституционную комиссию учесть, что Автономная Республика Крым – это национально-территориальное образование, через которое крымско-татарский народ реализует свое право на самоопределение. Пока это только замечания на перспективу, но есть новшества, которые не обнадеживают. Несколькими днями раньше парламентарии приняли закон, лишающий переселенцев избирательного права на местных выборах этой осенью. Хотя правозащитники вносили такую норму в проект закона, но при прохождении комитетов их исключили. Общественные деятели призывают главу государства не подписывать документ. Правозащитники просят президента Украины витировать закон о местных выборах и отправить его на доработку, поскольку он ущемляет избирательные права переселенцев из Крыма и зоны АТО. Представители трех инициатив «Восток-СОС», «Крым-СОС» и «Право на защиту» заявили на пресс-конференции в Киеве, что нардепы, лишив переселенцев права голоса, вычеркивают из украинского сообщества почти полтора миллиона граждан. Из-за принятого 14 июля закона переселенцы не могут влиять на избрание местной власти, поскольку принадлежность к территориальной общине определяется теперь местом регистрации. А переселенцы по нынешнему законодательству регистрируют лишь место пребывания. Многие из этих людей никогда уже не вернутся до тех мест проживания, где они до этого были. И это означает, что они уже на сегодня есть членами этой громады, в которую они переезжали. Этот факт уже произошел. Они уже есть переселенными, они уже живут тут. В Киеве или в другом каком-то месте. Но, получается, таким образом, что человек есть, а громады для нее нет. При этом лишение переселенцев права голоса противоречит международным правовым нормам Конституции и законам Украины. В законодательстве четко оговорено, какие категории граждан не могут голосовать. Есть еще закон о местном самовределении, за которым любое ограничение и дискриминация при участии граждан в самовределении, оно забороняется. В том числе, и, прежде всего, за цензом того, сколько человек фактически проживает на своей территории. До того, что это соперечит закону про внутренне перемещенных людей, которым забезпечивается и гарантуется право внутренне перемещенных людей, выборчивое право. И, конечно, международным стандартом в сфере внутреннего перемещения. В процессе обсуждения темы местных выборов нередко звучат сравнения переселенцев с заключенными, которые тоже не имеют права голосовать на местных выборах. Подобные сравнения печально шокируют правозащитников. Общественные деятели прогнозируют, что на местных выборах голосовать захочет активная часть переселенцев, которая уже ассоциирует себя с принимающей территориальной громадой. Организация КрымСОС готовит исследования по вопросу интеграции переселенцев. И, например, недавно ее активисты общались с громадой в Пуще-Водице. Я вчера запитала, скажите мне, пожалуйста, а там была большая громада, которую мы консультировали, ну, такая была большая юридическая консультация. Можливо, мы помиляемся? Можливо, вам не потребно право голоса? Можливо, мы, как громадские диячи, правозахисники, что-то себе надумали? Они сказали, ну, звичайно, что так. Мы очень хотим выбирать местную владу. И они нам пояснили, вы понимаете, что мы в Крым сейчас не повернемся. Да, мы хотим полностью быть участниками этой громады, чтобы потом нам не говорили про то, что мы что-то, что сами себе долю не выбирали и так далее. Правозащитники считают, что часть политиков просто боится, что переселенцами будут пытаться манипулировать на выборах. Но это не вопрос лишения людей права голоса, а вопрос организации работы правоохранителей, которые должны пресекать использование грязных избирательных технологий, отмечают правозащитники. По их словам, они вносили в парламент свои рекомендации о том, как позволить переселенцам голосовать. Однако их просто-напросто выбросили при правках законопроекта в комитетах. На данный момент несколько общественных организаций готовят отдельный законопроект, который позволит переселенцам голосовать. Но проблема в том, что времени до дня выборов остается немного, и документ может остаться в парламенте непринятым. Мрачной называют ситуацию со свободой СМИ в Крыму Международный комитет защиты журналистов. Организация публиковала доклад о положении дел на полуострове. В нем идет речь о кампании российских спецслужб против независимых СМИ. К тому же представители профессии, остающиеся в оккупации, уже полмесяца переживают новый виток изоляции их от информации. Пресс-центры и различные учреждения отказываются пускать на свою территорию неугодных власти журналистов. В частности, ссылаются на то, что так называемое Министерство внутренней политики и информации Крыма разослало письмо, в котором не рекомендует общаться с журналистами АТР, 15 минут, Крымреали и КХА. Правозащитники рекомендуют украинской власти серьезнее отнестись к проблеме стремительного сворачивания свободы слова в оккупированном Крыму. Отсутствие внятной реакции государства ведет к тому, что полуостров покидают последние журналисты, которые пока не изменили профессии. Это уже приводит к тому, что Крым отрывается от Украины. Здесь надо бороться не за Крым как кусок территории, надо бороться за людей, которые там живут. Стремительное сворачивание свободы слова продолжается в Крыму больше года. Об этом заявляют украинские правозащитники и сами журналисты, которые пока еще остаются в оккупации. По их словам, прессинг со стороны оккупационной власти и спецслужб усиливается ежедневно, заставляя либо выезжать из Крыма, либо уходить из профессии. Открываются головные дела, допросы, задержания незаконные. То есть не все люди это выдерживают. Конечно, никто не был готов работать в таких условиях, потому что это сложно и очень сильно сложно психологически. Это постоянное давление. Люди говорят, что им сложно найти мотивацию продолжать оставаться в профессии. В прошлом году журналисты, которые отказались признавать российскую аннексию полуострова, выезжали из Крыма целыми редакциями. Тех, кто вынужден покидать свои дома, опасаясь репрессий, немало и сегодня, рассказал службе новостей «Волна» один из местных журналистов, который пока остается на полуострове на свой страх и риск. На сегодняшний день можно сказать, что это вторая волна, причем достаточно заметная. То есть тех людей, которые первоначально готовы были оставаться и освещать ситуацию, происходящую в Крыму сегодня под давлением в том числе и правоохранительных органов, вынуждены покидать родную землю. Чтобы помочь крымским журналистам легче пережить оккупацию, общественники привлекают к поискам выхода из ситуации авторитетные медиаорганизации Украины и правозащитников, в том числе и российских. Те разрабатывают рекомендации, которые служат своеобразными правилами жизни в оккупированном Крыму. Однако в объективной крымской реальности эти советы действуют не всегда, отмечает крымчанка журналистка Ирина Седова. Конечно, есть рекомендации, и в том числе и российских правозащитников, с которыми мы сотрудничаем, как себя вести, как общаться с правоохранителями. Но проблема в том, что есть законы Российской Федерации, которые якобы действуют на территории Крыма. Есть реальность. Реальность заключается в том, что законы Российской Федерации не действуют на территории Крыма. Недавно оккупационные власти Крыма придумали новацию – дополнительное ограничение доступа к информации неугодным СМИ. Для освещения своей деятельности они теперь выбирают пресс-центры местных коммерческих изданий, а не государственные платформы. Те, в свою очередь, отсеивают не устраивающих оккупационную власть. По неформальному распоряжению Министерства информационной политики имеют определенный список СМИ, которые нельзя допускать. Достаточно эффективно через такую технологию отсекаются все журналисты, готовые задавать неудобные вопросы, либо объективно освещать ситуацию. Привлечь к ответственности за препятствование журналистской деятельности в таком случае невозможно, поскольку эти действия де-юре не нарушают законодательство. Вместе с тем правозащитники призывают украинские власти прекратить молчаливое наблюдение за происходящим и начинать борьбу за возвращение доверия крымчан, которые сегодня, по сути, остались во власти пропаганды. Москва упразднила Министерство по делам Крыма. Заявляют, за ненадобностью, дескать, функцию выполнила, полуостров федерацию интегрировала. Только вот эта ненужность Министерства выяснился чего-то совершенно вдруг. После коррупционного скандала между Аксеновым и ФСБ. Сам так называемый глава Крыма заявляет, что, мол, свадебным генералам не будет и плясать под чью-то дудку тоже не собирается. И вообще у него только один руководитель, которого он собирается слушаться. Но вот вопрос, простят ли Аксенову Димарш против ФСБшников. Не велика ли ему шапка Кадырова. Команде самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова предрекают отставку. Последние события на полуострове, связанные с задержаниями местных чиновников, в итоге приведут к отставке верхушки крымской оккупационной власти, уверен эксперт благотворительного фонда Майдана иностранных дел Юрий Смирянский. В ближайшее время, скажем там, в период июля, окончание июля, декабрь месяца, конец декабря 2015 года, руководство оккупационным правительством в Крыму будет заменено. Господин Аксенов вдруг занял очень такую резкую позицию, фактически вопреки, вступая в конфликт, в первую очередь с силовыми структурами Российской Федерации. Российское правительство не может допустить такой ситуации. Напомним, во время коррупционного скандала, в который попали подчиненные Аксенова, самопровозглашенный премьер выступил против ФСБ, фактически обвинив службу в фабрикации уголовных дел. Но затем заявил, что конфликта со спецслужбами у него нет. Как у нас может быть конфликт? Мы работаем вместе. Это даже без всяких вариантов. И сегодня решаем задачи совместно, еще раз говорю, без всякого исключения. Во-вторых, вы знаете, что я никогда не переживал, вообще, если бы у меня был такой конфликт, я бы сейчас о нем сказал, слушайте, я вообще, ну, уже отвык бояться, то есть, как бы, по-моему, ну, меня никто не может упрекнуть в том, что я там как раз там сижу там молча и там вот такие ситуации замалчиваю. Наоборот. А вслед за этим Аксенов и вовсе заявил о создании специальной комиссии по защите чиновников. Однако также быстро и отменил свое решение. А затем последовали публичные подробности, свидетельствующие о процветающем в Крыму кумовстве с коррупционным подтекстом. Например, главой комитета сепаратистского госсовета Крыма по земельным вопросам является своя ченница Аксенова, Евгения Добрыня, до этого модерировавшая партийную страницу в Одноклассниках. А частная охранная фирма теща вице-премьера оккупационного правительства Михаила Шеремета выиграла тендер на охрану Черноморнефтегаза. Все это следствие свободы действий, которые получили оккупационные власти от Кремля. Аксенов заявляет, что ему никто не указ, кроме Путина. Пока таких сигналов не было, раз руководитель мне не звонил, мне никто здесь свою волю, кроме него, диктовать в этой части не будет. Это я вам гарантирую. И ни у кого здесь на посылках бегать не буду. Однако сигналы из Москвы оккупационным властям Крыма могут появиться уже в ближайшее время. Сыграет в том числе и фактор предательства. Предателей нигде не любят. Места там крымчанам останется очень мало. Хотя себя тут же начнут считать крымчанами те чиновники, которые приедут из Оренбурга или из какого-нибудь Свердловска, прожив там три месяца, начнут себя называть крымчанами. Очевидно, что в случае полной зачистки кадров в оккупационной власти Крыма полуостров наводнят российскими чиновниками. А в таком случае идеи Крымской весны по формированию на полуострове своей крымской власти и жизни будут напрочь дискредитированы. И тему управления Крымом обсудим в студии. Гость сегодня украинский крымский политик и член полицовета ВОБД Кевщина Андрей Сенченко. Андрей Веленович, хотелось бы обсудить вот такую версию о том, что рано или поздно команду Аксенова Москва все равно заменит, но только тогда, когда определится, как же ей дальше стратегически с Крымом поступать. Или пытаться его сохранить, или все-таки пытаться его вернуть, но просто заменят на совершенно разные команды. Как вам такая версия, насколько она вероятна? Ну, во-первых, я бы сказал, они вынуждены будут возвращать Крым, но я не думаю, что как-то корреспондируется судьба вот этой банды Аксенова, так сказать, которая сейчас изображает из себя власть в Крыму, что она как-то корреспондируется с этими процессами. Дело в том, что, на мой взгляд, ну, произошел даже по российским меркам некий перебор, потому что там специфически подбирают руководителей регионов. Ну, во-первых, на российской территории основной принцип они должны обеспечивать голоса на выборах, поддержку и, ну, скажем, такую молчаливую поддержку народа, что называется. А Аксенов попытался, ну, как-то адаптировать некую вот российско-чеченскую модель взаимоотношений. Но там гасили серьезный конфликт, там гасили, по сути дела, войну на территории Российской Федерации таким специфическим методом, поставив на кадыровский клан и, ну, по сути дела, дав им карт-бланш на абсолютно самовольное управление Чечнёй. То есть Чечня, она совершенно условный субъект Российской Федерации. Вот. В Крыму я не думаю, что такую же модель, потому что там все-таки управляют спецслужбы российские, а Аксенов с этой бригадой они, по сути дела, изображают. Но когда вот эти деятели, которые что-то изображают, выходят за пределы неких рамок, то, ну, ими просто жертвуют. Ну, вот нынешний конфликт, скандал коррупционный с ФСБ, когда Аксенов попытался доказать, кто тут в доме хозяин, и, в общем-то, вступил в открытый конфликт. Ну, я говорю, что он попытался скопировать Кадырова. Да. Но еще раз повторю, в Крыму управляет не клан, а управляет спецслужбы. Это абсолютно другая модель управления. Эти спецслужбы не собираются уступать Аксенову и его бригаде это поле. Вот сейчас упразднение Министерства по делам Крыма. Насколько оно скажется на возможностях Аксенова, на ваш взгляд? Ну, не знаю. Оно было недостаточно, на мой взгляд, и с точки зрения реализации российской модели, то есть интеграции Крыма, оно не было эффективно. Да, собственно говоря, и усилия тех же спецслужб в Крыму, они не столь эффективны, как это бы хотелось Кремлю. Потому что растет напряжение, растет недовольство и разочарование. Даже среди тех, кто, скажем так, ходил или не ходил на референдум, но, может быть, питал какие-то иллюзии, вот сейчас эти иллюзии исчезают. Вот. И поэтому это министерство, оно, так сказать, особой роли не играло. Ну, и с другой стороны, возможно, в Кремле думают, что они уже достаточно интегрировали Крым в Российскую Федерацию. Но я думаю, что они, может, и считают, что они интегрировали территорию, но захватив ее, оккупировав, но они не интегрировали крымчан. Вот экономическая ситуация, которая очень сильно, естественно, отражается и на тех, кто ходил на референдум, и на тех, кто не ходил на референдум. Сейчас Крым дотационный, насколько я понимаю, процентов на 75. И, кроме того, оккупационным властям пришлось еще взять у Москвы кредит больше 3 миллиардов. На ваш взгляд, как это скажется сейчас на экономической ситуации? Придется ли его отдавать? Чем? Ну, вы знаете, когда нам пытались рассказывать из Москвы о том, что это был экспромт, некий эмоциональный шаг, вот когда они оккупировали Крым, на самом деле это вранье. То есть, был просчет, они готовились к этому. Готовились не один год, но вот как бы повод, нашли события в Украине и все то, что натворил Янукович, развязав войну с собственным народом. Но хочу сказать, что, по всей видимости, они все-таки экономически рассчитывали, что им придется финансировать дефицит бюджета Крыма и Севастополя. А на самом деле им, по большому счету, приходится содержать Крым и Севастополь, и плюс всю ту военщину, которую они завели на территорию полуострова. Это очень серьезное бремя для российского бюджета. В какой форме это финансирование происходит, кредиты, трансферты какие-то, не суть важна, потому что Крым в целом с этими расходами не вписывается в российскую бюджетную модель. И поэтому они просто на скорую руку находят некие способы. Скажем, не хватает средств заложенных в бюджете, но хорошо, оформили как кредит. На самом деле роли не играет, это все равно абсолютно беспродонное распоряжение деньгами российских налогоплательщиков. Неэффективное и, по сути дела, тупиковое, потому что никакой экономики на оккупированной территории быть по определению не может. Эта территория, которая поставлена в положение изгоя действиями российских оккупантов. То есть весь мир будет держать эту осаду экономическую до тех пор, пока Крым не будет возвращен. Спасибо, я напомню, в студии с нами был Андрей Сенченко, член полицовета Батькивщины, украинский и, конечно же, крымский политик. Симферопольская набережная небезопасна для людей. Разграбленные ограждения, сползающие в реку островки для отдыха, мусор и грязь. Все это результат того, что, оказывается, оккупационные власти не определили, у кого на балансе она должна быть. Правительство проводит целое расследование, чтобы выяснить, кто же нес за нее ответственность. А тем временем, ничейная набережная просто превращается в грязную свалку. В аварийном состоянии набережная реки Салгир в крымской столице. Опасно для жизни теперь даже гулять вдоль берега в районе ботанического сада Таврического национального университета. Все мосты через реку в этой части города без ограждений. А некоторые места для отдыха и вовсе сползли в воду. Те, что еще уцелели, вот-вот рухнут. Ужасно. Просто ужасное состояние. Посмотрите сами. Хотелось бы, конечно, мы здесь рядышком живем, поэтому хотелось бы, чтобы привели порядок. Наверное, власти города, это кто может, кто же еще может это делать. Ну и, не знаю, может быть, собрать вот жалобу как-то и Максимова может предописать заявление. На других участках набережной тоже удручающая картина. Нависают огромные ветви поломанных деревьев. Неубранный избившийся в коме тополиный пух. Он опасен для аллергиков. А вот и выставка бутылок от алкоголя. Мусорных баков здесь нет. Ассортимент бутылок, как в виноводочном магазине. Загрязненные все. Везде болото. Уже везде как бы... Как оно называется? Болотная трава. Везде все заросшее. Все бутылки, все-все-вся грязь здесь. Здесь я вот смотрю и сидят, и пьют, и кидают бутылки. Тут и маленькие дети вот как бы вот это все видят. Ну, как бы запущенная, я хочу сказать, вообще река вот эта вот Салгир. Пройдя вдоль реки около километра, попадаем на набережную в районе улиц Фрунзе и Тургенева. Тут островки для отдыха превратились в свалку полных мусорных пакетов. Судя по их количеству, дворник тут не появлялся очень давно. Мы сами теперь должны понимать, что это наш город. Мы его должны обхаживать, убирать. Мы за ним должны следить, чтобы у нас было все хорошо. Городские власти должны следить за этим. И должны быть какие-то ресурсы выделены для того, чтобы очистить набережную, город и все. Потому что это просто ужасно. Такая красивая набережная, такая природа здесь. Просто восхитительная. Но вот это, это все, перечеркивает в корне. Проверкой состояния набережной занялись общественники. Они провели рейд и по итогам инициировали круглый стол, на котором поставили вопросы перед властями по всем найденным проблемам. К нам обратили жители Симферополя с просьбами многочисленными, чтобы мы как-то смогли повлиять на ситуацию, сложившуюся около реки Салгир. То есть основные четыре аспекта, которые интересуют граждан, это стихийные свалки, аварийные деревья, мосты и состояние ограждений. Вот одну из свалок мы можем наблюдать на данном этапе. У набережной просто нет хозяина. Такой ответ дал людям главный архитектор города. У набережной Симферополя пока нет хозяина – баланса содержателя. Нужно понять, кому она раньше принадлежала. Мы обратимся в Совет министров Республики Крым, чтобы правительство передало набережную, мосты и территорию русла реки Салгир властям в Симферополе. Пока не будет определён баланса содержатель, не будет и средств. Власти Симферополя разработали проект на сметную документацию по реконструкции. Ремонт у ограждений мостов набережной на общую сумму 180 миллионов рублей, сообщил главный архитектор города. Но когда они определятся, кто же всё-таки должен быть её хозяином, то есть нести ответственность за её состояние, пока неизвестно. Это была вся информация на сегодня. Вы смотрели программу «Крымли». В студии для вас работала Алексина Дрогань. Встретимся через неделю.